Медсёстры Медсёстры Дорогие мои любимые сёстры, хотел бы поздравить вас с праздником и поблагодарить от имени всех маленьких пациентов, когда они больны, когда даже их родители не с ними, именно вы обеспечиваете им покой, уют, комфорт и заботу. Вас любят все наши маленькие пациенты. Я как педиатр могу точно сказать, что для многих вы являетесь вторыми мамами. Конечно же, я благодарен ещё вам, дорогие сёстры, за ту помощь, которую вы оказываете нам, профессорам и педагогам в воспитании студентов, интерных ординаторов. Именно вы помогаете им стать теми специалистами, которыми они должны быть, показывая, как надо уметь правильно общаться и с пациентами, и с их родителями. Спасибо вам огромное и поздравляю вас с праздником. Пусть будут счастливы ваши дети и ваши семьи, и все ваши дочки, и все ваши санарья в своих домах тоже были бы немножко медсёстрами. Поздравляю вас. Дорогие медсёстры, я как врач отделения реанимации не представляю свою жизнь без вас. И, безусловно, каждый пациент, который находится в реанимации, он надеется на вас, он, открывая глаза, видит ваши красивые лица, чувствует прикосновение ваших нежных и чутких рук. Это один из самых основных компонентов его выздоровления. Естественно, говорят врач. Врач, он должен понимать, как лечить больного, как течет заболевание, что будет с больным потом. Но первый удар принимают на себя медсёстры. Конечно, современные технологии, которые позволяют отслеживать деятельность различных систем организма, даже как-то понимать, как работает центральная нервная система, абсолютно не заменит вашего внимательного взгляда, ваших прикосновений, вашего пребывания рядом с пациентом. Вы всегда первыми замечаете какое-то неблагополучие, всегда первыми откликаетесь на жалобы, на ощущение боли пациента, приходите к ним в минуту страха, в минуту самого тяжёлого испытания, в ранние и послеоперационные часы, когда рядом даже может не быть и близких людей. Вы фактически заменяете им матерей, жён, сестёр, и вам в этой ситуации абсолютно нет альтернатив. В настоящее время очень сильно изменился объём и структура помощи. И все те технологии, которые приходят, они, естественно, дают шанс пациенту на выздоровление. Но при этом они требуют от медперсонала очень высокого уровня понимания происходящего, очень высокого уровня образования. Недаром, например, в нашем отделении более половины медсестёр имеют также высшее образование. Помимо медсестринского, они некоторые имеют высшее медицинское образование, даже высшее техническое образование. Это деятельность универсальна. Не зря многие медсёстры, которые после многих лет работы оставили наше отделение, они успешно были руководителями казино, возглавляли подразделения банков, работали менеджерами. То есть та профессия, которая и там, тот уровень нагрузки, тот уровень задач, которые решают медсёстры, конечно, делают их совершенно уникальными членами нашего социума, членами общества. Да это во всём мире абсолютно так. Безусловно, в основе всего выздоровления, любой патологии лежит ситуация, когда вы создаете для пациента комфортную, добрую, безопасную атмосферу. Это можно сделать только при открытом, любящем и бескорыстном сердце. Я вам желаю личного счастья, потому что, естественно, семьи не хватает вас. И надеюсь, что эта профессия, она в нашем обществе будет поддержана государством. И всё-таки государство в большей степени обратит на неё внимание и расскажет, насколько почётный этот труд, насколько люди должны помнить и думать про медсестёры. Вы понимаете, те пациенты, которые вызвали, что в основном, конечно, они обязаны уходу медсестёр, их доброте, их высокому профессионализму. Праздник у вас! Успехов в лечении и восстановлении пациента напрямую зависят от медицинской сестры. И очень здорово, что есть такая профессия. Ради обучения в симуляционном центре медицинская сестра приобретает не только навыки, приобретает не только мастерство и умения. Она становится, наверное, пожалуй, на голову выше всех своих коллег. Очень хочется, чтобы как можно скорее наступил такой период, когда работодатель будет на это очень обращать внимание, что это престижно, если медицинская сестра прошла обучение в симуляционном центре. И хочется пожелать медицинским сёстрам, чтобы они звание медицинской сестры внесли с гордостью, чтобы врачи, коллеги, медицинские работники, главные врачи, главные наставники медицинских сестёр, пациенты, их родственники увидели, оценили труд медицинской сестры, тяжёлый труд медицинской сестры, её квалификацию, её способность приходить вовремя на выручку, вовремя подсказать, обучить, в буквальном смысле слова поставить на ноги пациента. Я сердечно поздравляю вас с нашим профессиональным праздником. От всей души желаю вам огромного здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой, терпения в вашем нелёгком труде, стойкости, потому что всё, к чему мы прикасаемся, это сложно. Сложно ухаживать, сложно лечить, сложно работать с пациентом, но мы пришли в эту профессию по призванию, засучили рукава и работаем, и гордимся, что мы медицинские сёстры. Дорогие друзья, я поздравляю вас с этим замечательным профессиональным праздником, днём медицинской сестры, всемирным днём медицинской сестры. Профессию медсестры невозможно переоценить, это чрезвычайно важная профессия в нашем обществе, чрезвычайно важная и очень уважаемая профессия. Для того, чтобы что-то хорошо делать, надо очень любить то, что ты делаешь. И мы все чрезвычайно благодарны вам за то, что вы любите свою профессию и любите то, что вы делаете каждый день. Когда я сталкиваюсь с медицинскими сёстрами, у меня возникает чувство радости, потому что более добрых, более расположенных людей трудно встретить на улице. Мне бы очень хотелось, чтобы в будущем вы не растеряли эти качества, и чтобы вы ещё больше любили людей, потому что в этой ситуации люди отзываются, они становятся добрее и лучше. Человеку нужно дать нечто тёплое, ему нужно дать ощущение рук, ему нужно дать ощущение взгляда на него, ему нужно дать поддержку, потому что болеть тяжело. И мы работаем с больными людьми, и мы понимаем, что, так сказать, вот когда к нам приходят больные люди, мы должны им чем-то помочь. Вот первое, кто это делает, это делает медицинская сестра, потому что зачастую пациент не видит клиники, он не знает, что там происходит, но вот он взаимодействует с медицинской сестрой. И такие очень редкие качества человеческие, как самопожертвование, сопереживание, сочувствие, и это лежит в основе профессии. Медсёстры сейчас называются специалистом по уходу. Это наука и отдельная специальность. Позвольте мне ещё раз поздравить вас с этим праздником, пожелать вам самого хорошего, счастья, любви, человеческого задора. И я очень вас всех люблю.